МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 сентября 1991 года. Во время обычной экскурсии в Альпах на высоте 3200 метров группа немецких туристов находит человеческие останки. Полагая, что это следы какого-то недавнего убийства, туристы вызывают полицию. На следующий день криминалисты извлекают труп из-под снега и отправляют его на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результат просто шокирует ученых. Оказалось, замерзшим останком, сохранившимся практически в идеальном состоянии, не год и даже не десятки лет. Возраст находки 5300 лет. Это самая древняя мумия человека, обнаруженная в Европе. Тщательно изучив мумию, а также одежду и предметы, найденные рядом с ней, ученые пришли к сенсационному выводу. Останки нельзя отнести ни к одному из древних племен, которые жили на нашей планете больше 5000 лет назад. Но тогда кому они могут принадлежать? А главное, как мумия вообще оказалась на ледяном перевале? Некоторые исследователи утверждают, погибший в доисторических Альпах человек – наш современник. Но как такое возможно? Каким образом человек из нашего времени очутился в далеком прошлом? Пока у исследователей есть только одно, хоть и невероятное на первый взгляд объяснение. Этци, так назвали ледяного человека, путешественник во времени. Этци – самая необычная и загадочная археологическая находка за последние 20 лет. Именно поэтому его изучением занималась целая армия специалистов. Известные на весь мир археологи, геологи и антропологи на протяжении долгого времени пытались установить, кем был ледяной человек и от чего он умер. Поначалу ученые предположили, скорее всего, Этци был пастухом, который заплутал в горах и погиб от переохлаждения. Однако позже исследователи выдвинули новую версию гибели. Ледяной человек был убит. Ведь на рентгеновских снимках отчетливо видно – у него сломаны ребра. А значит, перед смертью он вступил в рукопашную со своими противниками. Возможно, на него напали враждебные племена, когда он возвращался со стадом овец в свою деревню. Однако более тщательные анализы показали – ребра ледяного человека деформировались уже после смерти под давлением снега и льда. Зато другая рана в районе плеча у ледяного человека появилась еще при жизни. Компьютерная томография показала – в плече есть инородный предмет, который по форме напоминает наконечник стрелы. А значит, ледяного человека действительно могли убить. Он был ранен кремневой стрелой, которая глубоко вошла в плечо, и он не мог извлечь остатки этого оружия самостоятельно. Видимо, он был один, да, и поэтому могла быть большая кровопотерема, и он мог просто от ранения скончаться. Совсем недавно появилась еще одна новая версия гибели ледяного человека. По мнению ученых, он мог умереть естественной смертью. А потом был с почестями захоронен в горах. Но как бы ни погиб ледяной человек, самое интересное в его истории не это, а то, какие орудия были обнаружены рядом с его телом. Вот они. Это примитивный каменный скребок. Такими пользовались в эпоху древнего палеолита. То есть почти 2 миллиона лет назад. Вот наконечники для стрел. Их возраст 7 тысяч лет. А вот кремниевый нож. Ему 10 тысяч лет. А это топор. Его нашли в сумке ледяного человека. Он медный. Однако в Центральной Европе, где нашли Эльце, медь появилась только через 500 лет после его смерти. Но как все эти орудия из разных эпох могли оказаться у одного человека? Некоторые исследователи считают, ледяной человек знал секрет путешествий во времени и прибыл в неолитовую эру из будущего. Действительно, некоторые вещи, которые при нем находились, были несвойственны тому времени, тому периоду развития определенных технологий, как по металлу, так и по некоторым вещам, которые в обиходе у него находились. Вполне вероятно, что он либо сам по себе перемещался во времени, обладал этими, так сказать, способностями, либо он знал портал, через который мог осуществлять перемещение из прошлого в будущее. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, ученым предстояло выяснить, где и когда родился Эльце. Используя самые передовые технологии, антропологи исследовали мумию буквально вдоль и поперек. Впервые за последние пять тысяч лет тело Эльце разморозили всего на несколько часов и взяли образцы костей, тканей и даже выделили ДНК. С ее помощью ученым удалось вычислить не только место происхождения ледяного человека, но даже установить его национальность. Расшифровка генома Эльце поразила всех. Он оказался итальянцем. Пытаясь разгадать загадку ледяного человека, ученые пошли еще дальше. Недавно они составили точный компьютерный портрет Эльце. Вот как он выглядел. Его рост составлял примерно 165 сантиметров. Вес 50 килограммов. Эльце носил длинные волосы и бороду. И у него были карие глаза. В анатомическом плане ледяной человек оказался абсолютно идентичен современному виду людей. Мало того, даже сегодня он действительно ничем не выделялся бы среди современных европейцев. Эльце больше всего похож на современного южного европейца. Человека, скажем, коренного происхождения острова Сардиния, Корсика, вот этого региона Средиземноморья. В доказательство того, что Эльце попал в доисторические Альпы из будущего, ученые приводят еще одну загадку, связанную с его мумией. Вот эти следы на коже. Это не просто порезы или царапины, а самые настоящие татуировки. Обнаружив их, исследователи сначала выдвинули версию. Ледяной человек был шаманом племени. Ведь именно колдуны обычно украшали свое тело рисунками. Однако вскоре от этой версии пришлось отказаться. Потому что дальнейшее изучение показало, татуировки это не что иное, как следы от обычного иглоукалывания. Скорее всего, так отцелечился от артрита. Больше четырех десятков татуировочных следов было обнаружено в области колена, в области голени, лодыжки. И вот расположение этих татуировок совпадает с местами активного воздействия, вот согласно восточным традициям иглоукалывания. Но как такое возможно? Как Эдзе, который якобы жил на границе современной Италии и Австрии больше пяти тысяч лет назад, мог лечиться иглоукалыванием? Откуда представитель древнего племени мог знать технологию акупунктуры, которая появилась только спустя три тысячелетия после его смерти, причем на противоположном конце огромного материка, в Китае. Некоторые исследователи считают, все дело в том, что Эдзе мог посещать разные эпохи и континенты с помощью машины времени. И мы видим, что он был и туристом во времени, и плюс перемещался в это же время, только из одной точки в другую планету. А действительно, те наколки, которые были сделаны, так называемые точки иглоукалывания, они действительно были изобретены в Китае. Ученые-антропологи, версию, что Эдзе – путешественник во времени, не верят совсем. Они считают, скорее всего, он представитель какой-то неизвестной нам древней цивилизации, которая пять тысяч лет назад погибла. А орудия, найденные у ледяного человека, принадлежат вовсе не разным эпохам. Ведь вполне возможно, ученым просто не хватает фундаментальных исследований и археологических данных. И современные научные теории во многом ошибочны. Так медный век в Центральной Европе мог начаться раньше, чем принято считать сегодня. А искусство иглоукалывания китайским народам могли передать более древние племена, жившие на Земле. Мало информации, что было, какие там в то время цивилизации, государства, и какие были технологии, мы знаем, только фрагментальные. И то основываемся на каких-то там раскопках в разных частях планеты. И, ну, за неменим информацией мы не можем утверждать точно. Возможно, это так. И Эдси на самом деле никакой не путешественник во времени, а всего лишь представитель древней цивилизации, о которой науке до сих пор ничего не известно. Но как тогда объяснить другие загадочные находки, сделанные археологами за последние несколько лет? Эти кадры сделаны в 2008 году в китайской провинции Гуан-Си во время раскопок древней гробницы. Археологи вскрывают ее впервые. В надежде обнаружить в могиле захоронение китайского императора династии Мин, который правил страной в 15 веке, ученые аккуратно, слой за слоем, снимают окаменевшую почву. Наконец они добираются до надгробия. Но как только начинают счищать с него пыль, от плиты внезапно откалывается странный предмет. Поначалу археологи принимают его за перстень. Но почистив находку от грязи и ржавчины, ученые не могут поверить своим глазам. Реликвия оказалась маленькими часами. И не простыми часами, а швейцарскими. На обратной стороне была выгравирована надпись «Суис». Вся старанность заключается в том, что саркофаг, который поднимали, он относился к одному из китайских правителей и датировался эта гробница приблизительно 400-м годом нашей эры. Понятно, что в то время не существовало ни фирмы производства швейцарских часов, да и само по себе микромеханизм в древнем Китае, хотя сам по себе Китай известен, и алюминием, и сплавами, и тому подобное, которые существовали в глубокой древности. Конечно, сама надпись на задней стенке часов показывала, что это производство современное. Весь вопрос, как это могло там оказаться. Необычную находку сразу отправляют на экспертизу в Пекин. Ее результаты потрясают весь ученый мир. Часы, стрелки которых остановились на 10 часах 6 минутах, оказались подлинными. Мало того, по серийному номеру исследователям удалось установить, часы были сделаны в Швейцарии почти век назад. Это открытие привело ученых в растерянность. Ведь если найденным часам действительно 100 лет, то как они могли попасть в гробницу, которая была запечатана и оставалась нетронутой, более 400 лет? Можно было бы предположить, что часы положили в могилу во время захоронения китайского императора вместе с другими украшениями. Но это просто невозможно. Ведь во времена правления династии Мин, то есть в 14-16 веках, наручных часов еще не было. Швейцарские мастера начали их создавать лишь в конце 17 века. Для того времени подобный предмет, в общем-то, является артефактом, потому что часы в Швейцарии начали производить намного позже, где-то в 17 веке. И, собственно говоря, наручные часы появились даже еще и позже. Пока у археологов нет однозначного ответа на вопрос, как современный предмет оказался в древней гробнице, а главное, кто его мог там оставить. Но некоторые исследователи всерьез заявляют, для таинственной находки есть только одно объяснение. Часы в прошлом оставил путешественник из будущего. Одна из наиболее таких вероятных версий – это путешествие во времени. То есть эти предметы приносят с собой наши далекие потомки, которые уже овладели технологией путешествия во времени. Из какого времени путешественники нас посещают, исследователи пока могут только предполагать. Но исходя из скорости технического прогресса, ученые делают вывод. Гости, оставляющие свои следы в прошлом, прилетают примерно из начала 22 века. Ведь именно к 2120 году, по мнению специалистов, человечество изобретет такую технологию, которая поможет создать машину времени. По словам ученых, скорее всего, это будет некий сверхбыстрый транспорт, способный двигаться быстрее скорости света. И за счет этого доставлять путешественников в любую эпоху. Но зачем людям из будущего посещать прошлое? Наверное, в первую очередь они исследуют древние времена с научными целями. Летают в прошлое и просто любители экстремального отдыха. Ведь в будущем такое путешествие сможет позволить себе каждый желающий. И купить его можно будет не дороже обычной туристической пути. Я думаю, что пройдет недалекое время, и где-то, может быть, через 100-200 лет подобные путешествия во времени станут настолько же обычными, как полет на самолете, полет человека на Луну, полет пилотируемых, там, непилотируемых аппаратов, которые мы знаем, к Марсу и границам Солнечной системы. Преодолев скорость света, люди в будущем построят не только машину времени. У них будут космические корабли, способные совершать межгалактические полеты. А значит, велика вероятность того, что человечество, наконец, найдет в космосе своих братьев по разуму. Вопреки фантастическим сюжетам, ученые предполагают, это не приведет к звездным войнам. Напротив, с инопланетными цивилизациями земляне будут дружить. Потому что в будущем люди станут очень миролюбивыми. Кровопролитных войн на нашей планете не будет. Даже несмотря на ограниченное количество природных ресурсов, человечество научится жить в одном государстве под названием Земля. На Земле есть немало свидетельств, подтверждающих то, что гости из будущего не раз посещали разные эпохи и оставляли там свои следы. Это река Пелакси в Техасе. Здесь обнаружено крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. Но с недавних пор оно славится не только ими. В 1969 году местный житель Стэн Тейлор нашел на берегу Пелакси нечто совсем необычное. На мелководье рядом со следами двуногого трехпалого динозавра он и видел отпечатки следов, удивительно похожих на человеческие. Они были настолько четкими, что создавалось впечатление, будто люди и динозавры бродили по этим местам одновременно. О своей находке Тейлор сообщил ученым. Археологи с увлечением начали расчистку следов и за три года им удалось раскопать целую цепочку человеческих отпечатков. Был найден вообще целая цепочка следов с отпечатками размеров где-то 28 на 10,5 сантиметров. А рядом шли такой же цепочкой следы травоядного ящера и гуандона. То есть невольно создавалось впечатление, что древний человек их чуть ли там не прутиком гонял, как мы со времен и гуси. В ходе раскопок под несколькими слоями породы археологам удалось обнаружить более полутора десятков хорошо сохранившихся отпечатков человеческих стоп. Причем среди них явно прослеживалось чередование правых и левых следов, которые могли бы оставить босые ноги человека, идущего через ил. Однако находка оказалась настолько курьезной, что официальная наука отнеслась к ней скептически. Ведь геологический возраст древней породы, в которой отпечатались ступни человека, более ста миллионов лет. По мнению исследователей, в то время подобные следы просто некому было оставить. Потому что, по нашим представлениям, человек появился гораздо позднее. Всего около трех-четырех миллионов лет назад. Мы не знаем, что было там 10 миллионов лет назад и больше там. Мы не знаем, видите, какие находки сейчас обнаруживаются при раскопках, что современную науку, археологию ставят в тупик. Есть версии, что вполне вероятно, что динозавры вполне вероятно жили вместе с людьми. И не было никаких проблем. Но как такое возможно? Неужели человек современного вида витал бок о бок с динозаврами 100 миллионов лет назад? Многие ученые считают, этого не может быть. По их мнению, человеческие следы в русле реки Пелакси всего лишь искусная подделка. Чтобы доказать фальсификацию, отпечатки еще раз тщательно исследовали и проверили, совпадают ли они по возрасту со следами динозавров. Результаты анализов произвели эффект разорвавшейся бомбы. Загадочные отпечатки человека оказались настоящими. И они действительно появились в одну эпоху со следами динозавров. Отпечатки, окаменевшие, и человекоподобных существ, и динозавров, они находятся в одном ярусе. То есть, если, допустим, раньше это была мокрая глина, по ней кто-то прошел, со временем глина высохла, потом окаменела, и уже подделать это, в принципе, невозможно, поскольку в таком случае будет просто нарушение самого состава глины, ее структуры. Однако даже перестав оспаривать подлинность ископаемых отпечатков человеческих ног, многие ученые до сих пор не могут поверить в то, что их действительно оставил человек. Исследователи утверждают, все следы в русле реки Пелакси принадлежат динозаврам. Просто за долгое время из-за сильной эрозии почвы они размылись и стали похожи на отпечатки стоп человека. Это очень правдоподобная версия, но многие археологи с ней не согласны. Ведь на слепках, которые были сделаны с найденных ископаемых отпечатков, отчетливо видно. Следы имеют узкую пятку и расширяются к носку. Такое анатомическое строение характерно только для человеческой ноги. Мало того, каждый отпечаток составляет чуть меньше 30 сантиметров. Это опять же совпадает с длиной ступни человека. И самое главное, на каждом следе хорошо вырисовываются пять пальцев. А значит, трехпалый динозавр оставить эти отпечатки точно не мог. Там действительно есть четыре или пять пальчиков. Но дело в том, что лапка любой ящерицы, любой динозавр, она не может быть настолько продолговатых, с выраженной пятками и пальчиками, чтобы это можно было спутать с человеком. Но тогда кто оставил эти следы 100 миллионов лет назад, когда на Земле не было даже первых предков человека, не говоря уже о современном виде гомо-сапиенс? Некоторые ученые считают, в прошлом наследили гости из будущего. Скорее всего, они посещали доисторическую эпоху, чтобы как в зоопарке просто посмотреть на живых динозавров. А возможно, их целью была охота на древних животных. Но зачем бы путешественники во времени не посещали далекое прошлое, в одном исследователе уверены. Следы, которые люди из будущего оставили в русле Техасской реки, круто изменили ход всей эволюции Земли. И если бы не они, вполне вероятно, по нашей планете до сих пор бродили бы динозавры, а человечество развивалось совсем по другому пути. Какие-то путешественники во времени появились там, допустили что-то, они не собирались наступать, оставлять свои следы, но так получилось. В итоге мы получили нашу сегодняшнюю историю, в которой динозавры вымерли. Впервые идея о том, что даже незначительное вмешательство в прошлое может привести к полному изменению всей истории в будущем, высказал писатель-фантаст Рэй Брэдбери в рассказе «Игрянул гром». По сюжету книги, охотники-любители отправляются на машине времени в мезозойскую эру, чтобы поохотиться на динозавров. При этом путешественникам необходимо строго соблюдать правила ничего не менять в прошлом, чтобы не внести изменения в будущее. Туристы должны придерживаться определенной тропы. Ведь даже случайно задетая травинка может вызвать непредсказуемые потрясения в истории. Однако во время сафари один из путешественников случайно убивает папочку. А вернувшись в свое время, охотники обнаруживают, что их мир изменился до неузнаваемости. Произошло лавинообразное наращивание всевозможных событий. Одна мелочь наложилась на другую, и пошел, так сказать, лавинообразный процесс, который вообще привел к тому, что все стало совершенно другим. Сегодня эта теория, которая когда-то была лишь художественным вымыслом, получила официальное научное название «эффект бабочки». Ее придерживается большинство ученых. Они уверены, любое вмешательство в прошлое действительно внесет непоправимые изменения в будущее. И что самое главное, в истории нашей планеты такое уже не раз случалось. 65 миллионов лет назад на Землю обрушился гигантский астероид. Удар был в несколько десятков тысяч раз сильнее, чем удар бомбы, сброшенной на Хероси. Ударная волна обогнула земной шар несколько раз. В колоссальной температуре после взрыва планета буквально плавилась. Повсюду начались пожары, и атмосфера заполнилась непроглядным дымом, пеплом и копотью. Солнечные лучи перестали согревать Землю. Температура начала стремительно падать. Наступил ледниковый период. От холода и голода вымерло 85% животных и растений. Так звучит одна из основных версий гибели динозавров. Но в последнее время многие палеонтологи ее отрицают. По их мнению, всемирная катастрофа, которая якобы стала причиной исчезновения гигантских рептилий, не объясняет слишком многого. Например, почему после катаклизма планетарного масштаба уцелели весьма близкие динозаврам черепахи, змеи и крокодилы? И каким образом остались в живых знакомые всем нам млекопитающие крысы? Некоторые ученые считают, динозавры вымерли из-за мутации. Необратимые генетические изменения и уродства привели к нарушениям в производстве потомства. Утверждать это ученым позволила находка, сделанная недавно на юге Индии. Здесь археологи нашли целую кладку, содержащую сотни окаменелых яиц древних ящеров. Мы обнаружили кладку в слоях пород, относящихся к разному времени. Это говорит о том, что динозавры неоднократно возвращались на это место для гнездования. Мы вскрывали слой за слоем и находили сферические яйца. Их были десятки, даже сотни. Тщательно исследовав находку, ученые выяснили, детеныши динозавров в какой-то момент перестали развиваться и умирали, так и не успев вылупиться. Что вызвало губительные мутации у древних рептилий, точно ученые пока не знают. Но одна из главных версий – генетические нарушения у динозавров спровоцировал вирус. Причем в прошлое его могли занести путешественники из будущего. Возможно, даже те, кто оставил свои следы около Техасской реки Пелакси. Но самое невероятное, по словам исследователей, если бы динозавры не вымерли из-за мутации, то и сегодня хозяевами Земли были бы именно они, а не человек. Люди вообще, скорее всего, так никогда бы и не появились. Было что-то нарушено, изменено. При путешествии во времени динозавры исчезли. Может, какая-то катастрофа произошла. Но тоже она, может, была техногенного характера. И повлияла, может, в лучшую сторону для нас. Мы были видом, может быть, даже малоразвитым. Но эта катастрофа, которая была для них катастрофой, каким-то образом повлияла на наше развитие. Мы начали прогрессивно развиваться. Вот как, по мнению ученых, могли выглядеть обитатели Земли в наше время. Это прямоходящие, разумные существа, представляющие собой нечто среднее между человеком и ящером. У них гладкая, зеленоватого цвета кожа, большие змеиные глаза и трехполы лапы. Для построения этой модели исследователи взяли за основу троадона. Первые кости этого хищного динозавра были найдены в Китае еще в 1856 году. И лишь недавно, спустя полтора столетия, исследователи составили точный портрет этого ящера. Поразительно, но оказалось, троадон был очень похож на человека. Его рост достигал полутора метров, а вес не превышал 50 килограммов. Передвигался динозавр на задних ногах, а верхние конечности использовал как руки. Взгляните, по строению скелета этот динозавр похож на примата. У него очень развитые верхние конечности. С их помощью троадон мог не только хватать добычу, но даже пользоваться простейшими орудиями труда. Но самое главное, троадоны были чрезвычайно умными. Ученые утверждают, эти динозавры могли создавать и использовать простейшие орудия и даже продумывать тактику групповой охоты. Многие палеонтологи считают, что спустя некоторое время троадоны могли бы сильно эволюционировать. Они приобрели бы вертикальную осанку и превратились в человекоподобных существ. Был вид динозавров, который способен мыслить, как и человек. Просто он шел отдельной линией эволюции. Он может не общался, как мы привыкли, ну при помощи языка арта, может общение шло на вербальном уровне, при помощи знаков. Динозавры вымерли, а земли начали заселять первые люди, лемурийцы. По мнению многих исследователей, эта цивилизация тоже погибла из-за путешественников во времени, которые нарушили естественный ход эволюции на Земле. Долгое время считалось, что существование древней лемурийской цивилизации всего лишь красивый миф. Так было до тех пор, пока археологи не сделали удивительное открытие. Это полуостров Катхеавар, который находится в Аравийском море. Здесь, недалеко от берега, на глубине всего 7 метров, ученые обнаружили подводные руины древнего города. По мнению исследователей, эти полуразрушенные постройки – все, что осталось от легендарной лемурии, таинственно исчезнувшей 12 тысяч лет назад. В 1983 году исследователи океанских глубин обнаружили недалеко от побережья Индии необычные каменные блоки, имеющие правильную геометрическую форму. И обтесанные камни были не просто разбросаны по океанскому дну. Они как будто создавали целый комплекс подводных сооружений. В ходе тщательного исследования выяснилось – идеально выточенные глыбы имеют искусственное происхождение. А значит, созданы они, скорее всего, человеком. Открытие стало сенсацией. Но когда ученым удалось установить возраст находки, ее стали называть настоящим открытием века. Оказалось, приблизительный возраст подводных руин – 12 тысяч лет. Ровно столько времени прошло с тех пор, как погибла Лемурия – легендарная цивилизация, о которой в своих письменах упоминали еще древние майя. Сведения о Лемурии сохранились, да, действительно, у индейцев майя, потому что это была достаточно развитая цивилизация для того времени. Это древний континент, который находился на южной оконечности, был ближе всего к южной оконечности Индии. И считается, что Мадагаскар – это вот некий остаток обломок этой Лемурии. Причем это был огромный материк, который по древности, скажем, превосходивший всеми известную Атлантиду. Вот это место, по мнению исследователей, центр затонувшего города. Именно отсюда в разные стороны уходят прямые дороги, широкие улицы и переулки. Все они аккуратно выложены на дне океана огромными каменными плитами, которые тщательно отшлифованы и плотно подогнаны друг к другу. А это, полагают ученые, главная мостовая – самая протяженная дорога в городе. Она тянется вдоль развалин домов, а потом внезапно обрывается. По мнению исследователей, мостовая могла выходить прямо к гавани. После многолетних исследований и длительных экспедиций, археологам удалось даже создать трехмерную компьютерную модель этого необычного сооружения. Первоначальный облик гавани был приблизительно таким. Вдоль берега располагались причалы для швартовки судов. Здесь производилась погрузка и выгрузка пассажиров и товаров. Скорее всего, это был крупный торговый порт Древней Лебурии. Была обнаружена дорога, которая вела к некому портовому сооружению. То есть, можно предположить, что вот по этой дороге двигались грузы от того порта, рядом с которым вот эта дорога находилась. Однако некоторые ученые считают, ни морской порт, ни каменная кладка, ни мощеные улицы, ни даже лестницы не являются доказательствами существования легендарной Лебурии. Они вообще не верят в то, что все эти объекты могли построить люди. Просто потому, что 12 тысяч лет назад человек был еще очень примитивен. А значит, не мог строить из камня такие сооружения. Именно поэтому исследователи утверждают, все эти симметричные постройки всего лишь результат естественных процессов. Так дороги, вымощенные блоками правильной формы, по мнению ученых, могли сформироваться под действием подводного течения. Правда, многие с этим не согласны. Изучая долгое время древние руины, ученые выяснили, массивные сооружения построены в основном из известняка. Этот твердый камень просто не мог раскалываться по таким четким линиям без специальной обработки. Об этом, по словам специалистов, знает даже студент-геолог. Если поверить в то, что глыбы правильной прямоугольной формы выточены водой, то каким образом подводное течение в одном и том же месте образовало разнообразные геометрические фигуры, треугольники, ромбы и даже круги. Посмотрите их отчетливо видно невооруженным глазом. Мы видим и технологические, то есть какие-то вещи, которые представляют каменные шары, треугольные или квадратные отверстия вот в этих породах. То есть, в общем-то, предметы некой правильной геометрической формы, что, собственно говоря, очень сложно представить, чтобы именно природными факторами подобные вещи появлялись. Но даже если четкие грани, симметричные треугольники и правильные круги на самом деле лишь причудливая игра природы, то как объяснить другие находки, обнаруженные в затопленном поселении? Посмотрите, это целый склад из колонн и статуй. Все они идеально отшлифованы. Точно так же, как и каменные блоки, из которых построен сам город. Неужели и эти совершенные извояния и скульптуры могла сделать природа без помощи человека? Многие исследователи в это не верят. Ведь монументы действительно похожи скорее на рукотворные произведения, нежели на творения природы. Мало того, археологи не сомневаются. Фигуры, аккуратно высеченные из камня, не что иное, как изображение каких-то древних идолов. Основываясь на этой версии, исследователи решили, что на этом месте когда-то стоял целый храмовый комплекс лемурийцев. Были найдены сооружения с колоннами и с каменными идолами, которые находились рядом с этими колоннами. И, в общем-то, исходя из этого, было сделано предположение, что это был храм, находящийся недалеко от порта и представлявший собой некое культовое сооружение лемурийцев. После обнаружения древней гавани и остатков храма научное сообщество уже практически было готово признать, легендарная Лемурия наконец найдена. Однако еще оставались сомнения. Ведь до сих пор исследователи не получили ответы на многие вопросы. Например, если лемурийцы действительно существовали, то почему кроме нескольких полуразрушенных архитектурных построек археологи больше ничего не нашли? Где площади, дома и дворцы, созданные лемурийцами? А самое главное, куда подевались они сами? И что стало причиной исчезновения этой древней цивилизации? Некоторые геологи уверены, цивилизация лемурийцев ушла под воду после сильнейших землетрясений, которые обрушились на нашу планету 12 тысяч лет назад. И действительно, Лемурия располагалась как раз в районе повышенной сейсмической активности, недалеко от западноиндийского хребта. А значит, континент могло смыть цунами, вызванные сдвигами земной коры. В доказательство своей версии исследователи приводят характер разрушений древнего города. Найденные обломки, тяжелые каменные блоки, хаотично раскиданы по дну океана. Как будто город на самом деле смыло огромной волной. Следы затопления вот этого потопа найдены в тех же храмовых комплексах. Там есть следы вот этого потопа, когда волны огромной высоты как бы перехлестывали вот эти горы. Однако многие ученые считают эту версию гибели лемурийцев несостоятельной. Просто потому, что в подводном городе нет никаких следов разрушений, которые обычно бывают после сильных землетрясений и цунами. Несмотря на то, что практически все постройки сломаны, гигантские плиты, из которых возводили колонны, лестницы и даже статуи, остались абсолютно целыми. На них нет ни трещин, ни разломов, которые обязательно бы образовались в случае сильных подземных толчков. Правда, ученые обнаружили на разваленных еле заметные следы, будто бы местами каменные блоки расплавились под действием высокой температуры. На что обратили внимание археологи, и, главное, эта находка их очень насторожила, многие здания были оплавлены. Для оплавления того же обычного кирпича, из которого были сделаны здания, нужна температура порядка 1500-1700 градусов. Если Лемурия погибла не из-за потопа, то что тогда разрушило древний город? И почему его руины остались оплавленными? Ответ на этот вопрос ученые не могли найти долгое время. Лишь недавно удалось раскрыть тайну гибели древней цивилизации. В этом им помог другой древний город, Мохенджо-Даро, который тоже находится в Индии. Ученые обратили внимание, что он, как и Лемурия, был разрушен какой-то неведомой силой. На руины Мохенджо-Даро археологи наткнулись совершенно случайно еще в 1922 году. Результаты раскопок потрясли весь научный мир. Ведь исследователи нашли целое поселение с богатой инфраструктурой и всеми признаками высокоразвитой цивилизации. Здесь были широкие улицы, площади, сады и даже водопровод. Город был, спланировал именно по современным канонам, с пересечением именно прямолинейных улиц, именно в прямоугольном такой планировке. Эти, помимо того, вдоль этих улиц шла канализация. В некоторых домах, а дома достигали там трех и даже пяти этажей, были обнаружены туалеты, именно со сливной канализацией, а не какие-то примитивные выгребные ямы. И самое интересное, что сам город-то, в общем-то, был немаленький. В нем могло проживать до 80 тысяч человек. Но больше всего ученых поразило другое. Среди развалин они обнаружили сплавившиеся куски глины и камней, которые в далеком прошлом затвердели и превратились в стекло. Исследователи уверены, такого не могло произойти от обычного пожара. Даже если бы город горел много дней. Позднее это подтвердил и химический анализ. Он показал, что руины сплавились при температуре около 1500 градусов по Цельсию. Это почти в полтора раза выше, чем у жидкой лавы. Людям, живущим на самой заре истории, получить такую температуру было не под силу даже в кузнечных мастерских. Никакого древесного материала, в принципе, не хватит, чтобы создать такую температуру. Даже когда горит дом, температура внутри него редко доходит до 800-900 градусов. Обычно температура куда ниже. Следовательно, никакое естественное событие к такой температуре привести не могло. Если не пожар, то что могло расплавить практически целый город? Долгое время этот вопрос оставался для ученых настоящей загадкой, разгадать которую им помогли дальнейшие раскопки в Махенджодаро. Среди руин археологи нашли 44 полностью сохранившихся человеческих скелета. Все они лежали в неестественных позах, а их руки были сложены так, словно они отчего-то пытались укрыться. По словам ученых, эти люди погибли прямо на улице, будто их захватила какая-то внезапная беда. Слишком странно лежали люди, вернее, их скелеты, вокруг этого эпицентра. То есть у многих скелетов руки были подняты вверх, как будто люди увидели что-то яркое, и перед смертью пытались закрыть глаза. На это обратили внимание еще и потому, что многие историки вспомнили, что тела погибших людей лежали именно в такой позе и в Хиросиме и Нагасаке после американской бомбардировки 1945 года. Пытаясь понять, что могло застать жителей древнего города врасплох, исследователи досконально изучили найденные остатки. Оказалось, люди погибли от смертельной дозы радиации. Сила облучения в несколько раз превосходила ту, которую получили жители Хиросимы и Нагасаки. Большое количество скелетов, то есть останков людей, скелетов людей, с повышенным количеством радиации, в 50 раз превышающих радиоактивный фон, ну, скажем, который должен был бы находиться вот в этих останках приблизительно того времени. Откуда жители Мохенджо-Дару получили смертельную дозу облучения? Многие ученые считают, индийский город был уничтожен в результате ядерного взрыва. В доказательство своей теории они приводят древние индийские документы. В них говорится о поразительном оружии, которое заряжено силой всей Вселенной. Его применение вызывало слепящий свет и огонь без дыма. А его взрыв по яркости напоминал 10 тысяч солнц в зените. По мнению исследователей, это очень похоже на описание атомной бомбы. Боги, Рама, тот же самый, сражаются при помощи современного ядерного оружия. И современные специалисты по ядерной физике, современные ракетчики, в том числе и отечественные, говорят, что там описан ядерный конфликт, там описана ядерная война. Но кто мог сделать атомную бомбу несколько тысяч лет назад? Неужели древние люди владели оружием, которое мы изобрели только в 20 веке? И, наконец, откуда у них могли быть знания для его создания? Ответы на эти вопросы ученым также помогли получить древние индийские рукописи. В них утверждается, что грозное оружие жителям Мохенджо-Даро передали боги. Но кем они были? Может быть, богами представители процивилизации называли гостей из будущего? Богами могли назвать людей, которые путешествовали во времени и пространстве, выглядели именно так, как мы сейчас можем одеться, переместиться на 100 тысяч лет назад, и действительно нас будут смотреть как на богов. Скорее всего, это действительно были путешественники во времени. Исследователи уверены, путешественники во времени действительно посещали Мохенджо-Даро. Об этом свидетельствуют целые технические трактаты, написанные его древними жителями. В них подробно описаны воздушные колесницы, виманы, на которых гости из будущего спускались с небес. Летательные аппараты, как гласят предания, были настолько прочными, что их нельзя было сломать или сжечь. Что еще более удивительно, виманы явно превосходили современную космическую технику. Ведь они совсем не нуждались в горючем, а приводились в движение с помощью внутренней энергии пространства. Если, так сказать, смотреть на это дело с нашей точки хронологии, там описываются технологии, на мой взгляд, ну, примерно 22-го века. У них действительно стоял, так сказать, генератор, который позволял черпать энергию из того же самой пустоты, из того же самого вакуума. Но самое поразительное, в древних текстах есть описание, что на этих воздушных колесницах можно было летать не только по разным странам, но даже перемещаться из одного мира в другой. Может быть, под разными мирами представители древней цивилизации подразумевали разные времена, прошлое и будущее. Скорее всего, виманы могли переносить человека, во-первых, по параллельным мирам, то есть, перейдя вот некую тонкую мембрану, тонкую грань нашего мира между другим, мы можем попадать, скажем, во время, ну, далекого прошлого, например, динозавры, когда обитали. То есть, своего рода, вот такое перемещение во временем эти капсулы могли осуществлять. Если атомную бомбу жителям Мохенджо-Дару на самом деле подарили люди из будущего, то зачем им это было нужно? Возможно, они просто хотели помочь нашим далеким предкам стать самой развитой и непобедимой цивилизацией. Но получилось, что путешественники во времени, наоборот, стали виной ее исчезновения. В неопытных руках применение опасного оружия стало губительным не только для Мохенджо-Дара, но и для лемурий. Некоторые ученые полагают, в тот момент, когда путешественники во времени вмешались в естественный ход истории и принесли в прошлое современные знания, включился механизм эффекта бабочки. Будущее начало стремительно меняться. Произошла непоправимая катастрофа, и наша планета снова стала практически безжизненной, как и после гибели динозавров. Некоторые исследователи утверждают, из-за вмешательства в прошлые эпохи путешественников во времени погибли не только динозавры, но и легендарные лемурии. В 16 веке с лица Земли бесследно исчезла еще одна древняя цивилизация, империя инков. Ее население составляло почти 20 миллионов человек, а территория, которую она занимала, была больше любого существовавшего в то время государства. По сведениям, дошедшим до наших дней, ученым удалось установить, за несколько столетий своего существования инки успели достичь невероятного уровня развития. Они возводили каменные города, строили грунтовые дороги и даже проводили сложные хирургические операции, многие из которых современное человечество научилось делать совсем недавно. Сам факт то, что кто-то древности проводил сложные операции, на которые мы сейчас, последние, собственно, десятилетия, только нащупали путь, взять ту же коллекцию камней ики. Там изображена и операция на сердце, и переливание крови. Откуда у инков были знания, чтобы проводить операции на сердце или по трепанации черепа? Ученые уверены, научить этому древних индейцев могли представители более развитой цивилизации. Правда, что это за цивилизация, исследователи спорят до сих пор. По словам ученых, гости из будущего посещают и наше время. Многие утверждают, неопознанные летающие объекты, которые часто замечают в небе в разных уголках Земли и нередко принимают за инопланетные космические корабли, на самом деле ничто иное, как летательные аппараты путешественников во времени. Но зачем они нас посещают? Неужели история их ничему не научила? И оставив свои следы в нашей эпохе, они способны уничтожить очередную цивилизацию? По мнению ученых, все наоборот. Люди из будущего изо всех сил стараются спасти человечество от гибели. Потому что они наши прямые потомки. А значит, если нас не станет, в будущем не будет и их. Именно поэтому так называемые неопознанные летающие объекты чаще всего появляются возле секретных военных баз и других позиций стратегической важности. Без их появления не обошлось ни одно из мест ядерных испытаний на Земле. И ни один район, в котором велись боевые действия. Так, предполагают ученые, гости из будущего наблюдают за тем, как мы используем смертельно опасное оружие. Чтобы в случае начала Третьей мировой войны вмешаться и спасти Землю от гибели. Для чего они прилетают? Чтобы кто-то не допустил какую-то ошибку, которую в будущем надо исправлять. Соответственно, может они каким-то образом пытаются подкорректировать свое прошлое, наше настоящее, чтобы в своем настоящем, в нашем будущем, не иметь лишних хлопотов. Но самый главный вывод, который сделали ученые, раз наши потомки умеют перемещаться в прошлое, значит, машина времени точно будет когда-то изобретена. Возможно, это произойдет уже в самом ближайшем будущем, лет через 10. Ведь сегодня над созданием аппарата, способного переносить в разные эпохи, бьются лучшие умы человечества. И наука, как признаются специалисты, практически вплотную подошла к решению этой задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова